Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хэван. Я вас приветствую на канале Процветок. Несмотря на то, что температура за бортом делается все холоднее и холоднее, внутри защищенного грунта, внутри теплицы все еще тепло. И это позволяет как следует расти и развиваться седератом. Сегодня мы поговорим о том, закапывать седераты, не закапывать и как обращаться с почвой в защищенном грунте в это осеннее время. Многие нас спрашивают, оставить ли седераты на зиму так и расти или все-таки их лучше закопать. С чем связан этот вопрос? Ну, в первую очередь с минимизацией труда, конечно, который необходимо применить при подготовке грунта к будущему году. Во-вторых, это связано с тем, что бывают оттепели, бывает не очень сильный мороз, еще температура может позволять продолжать расти этим растением. И как-то не хочется такие молодые красивые растенецы взять и закопать. А как же все-таки лучше поступить? В период уже ближе к ноябрю месяцу, конечно, надо постараться эти растения закопать. Почему? Дело в том, что если их оставить на поверхности, то все питательные вещества, которые здесь будут накоплены в этих самых седератах, они все останутся наверху. Все будут подвергаться такому очень сильному аэробному, то есть в присутствии кислорода, разложению. Большая часть углерода в виде углекислого газа улетит. Азот в виде аммиака может тоже улететь в воздух, испариться. И еще к тому же немножко будет повреждать поликарбонат. Поэтому для того, чтобы оставить все эти питательные вещества на поедание почвенной микрофлоры, той, которая будет находиться в зоне роста корней, лучше всего эти седераты, конечно же, перекопать. Как в одном из наших видео я говорил, при этом лучше всего переворачивать ком, но не разбивать его, оставлять такие крупные комы земли, для того, чтобы в течение зимы они могли как следует промерзнуть, в случае, если погода это будет позволять. И какое-то значительное количество вредителей, и паутинный клещ, и белокрылка, и подгрызающие совки, и многие другие, не выдерживав такого мороза, просто-напросто все эти личинки или зимующие стадии, самки плодные и так далее, они все в этих условиях погибнут. Один из ужасных советов, которые я иногда слышу от блогеров, ну или иногда наши даже подписчики друг другу дают какие-то советы, это то, что почву в теплице надо обработать такими препаратами, например, как Максим, если у вас, скажем, был высокий уровень кладоспориоза или фитофтороза в теплице. Делать это ни в коем случае нельзя. Препарат Максим и другие фунгицидные химические синтезированные препараты просто уничтожают полезные грибы, арбускулярную микоризу, другую микоризу, которая естественным образом находится в почве. И хотя растения, выращиваемые на высоком агрофоне, не очень дружат с микоризой, она им попросту не очень-то нужна, но как бы там ни было, эти грибы здесь присутствуют и при необходимости растения всегда могут их подкормить и микориза придет им на помощь. Очень малое количество травянистых растений, которые не вступают в симбиоз с естественной микоризой. Поэтому никогда не используйте подобного рода препараты для обработки почвы. Если вы хотите протравить чем-то почву, то даже в это время, в позднее время, при позднем перекапывании и заделке вот этих сидератов, этой сидеральной массы, даже если температура опустилась уже ниже 5 градусов тепла, все равно внесите сюда триходерму и внесите сюда метаризиум. Как только наступит благоприятный период для развития этих грибов, они тут же начнут свое активное действие, размножение, потому что и триходерма, и метаризиум достаточно хорошо развиваются на растительных остатках, тем более на таких богатых, как сидеральные растения. И еще один вопрос, который мне хотелось бы затронуть. Стоит ли оставлять на зиму мульчу? Что с ней делать? Стоит ли вообще мульчировать грядки в теплице? Я категорически против мульчирования грядок в теплице на зиму. Мульчирование не позволит как следует промерзнуть в земле и не позволит уничтожить там болезни и вредители, которые способны погибать от действия мороза. Что ж, надеюсь, наши советы достаточно простые, но очень эффективно помогают вам в получении богатых и здоровых урожаев. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!